Окей, окей, окей. Не-не-не-не, мне нужен ромашковый чай, мне нужен ромашковый чай, окей. Короче, в этот раз я решила не вставлять 15-секундную милоту, потому что я решила, что в этот раз буду сопровождать свой видосик с пидпейнтами. Не знаю, почему я забыла приписать в дисклеймере вот эту одну строчку. Харасмент — это зло. В предыдущих частях права Еви, но скажу тогда здесь то, что, пожалуйста, не обижайте те лица, которые были упомянуты в этом видосе. Итак, возвращаюсь в свое нормальное состояние. Ладно, давайте честно, я уже не буду прежней. Ты не можешь быть так ступидом, да? Нет, он может быть так ступидом. Мои нервы были на пределе. Я все еще держусь делать все максимально безопасным, но имена лиц, находящихся на стороне Еви, я больше не буду скрывать. Вот кто скрывался за данными никами. Та-дам! Надеюсь, никто не удивился. Anyway, в этом ролике у нас появилось новое лицо. Именно Дэв и Еви дали столько деталей, что я постараюсь максимально донести до вас, что это за люди. На момент написания сценария у нас осталось одно последнее видео, которое мы должны разобрать. Попытка Еви оправдаться. Вы скажете, что эти 4 минуты вообще ничего не дают? И вы будете правы. Некоторые новички ютуба уже высказались на эту тему, за что я им благодарна. Тем не менее, давайте расставим все точки над «и». Вы прекрасно понимаете, что Апельсинка сотрудничала с Еви из-за угроз доксинга. Вот именно, сотрудничала. Потому что с того момента, как выйдет это видео, или первая часть, она заблокирует все аккаунты Еви и его друзей. Ведь они ох, как любят стучаться к ней в ЛС. Хотела бы я сказать, что Апельсинка в безопасности сейчас, но на момент правок сценария я больше не могу быть уверена в этом. Рассказать я могла бы многое, но по просьбе самих жертв я не могу просто предоставлять все детали. Апельсинка боялась и боится до сих пор не без причин. Сотрудничество, в кавычках, с Еви никак не помогло ей уйти от буллинга, угроз и домогательств. Наоборот, в когтях Грумера и его дружков с такими же наклонностями все стало намного хуже. Говорить что-либо о той компашке – большая риска не только для меня, но и для нее. Тем не менее, я хочу поскорее покончить с этим, так что мой принцип предоставления любых пруфов в случае наглой клеветы не изменился. Я расскажу то, что считаю нужным. Еви, конечно же, будет все отрицать, как он делает это буквально везде. Однако именно его поведение и поступки в этой ситуации действительно показывают, кто он такой. Можно я сразу скажу, что соотношение лайков и дизлайков у Еви примерно такое же, как и во всех видео Шетолбича? Хотя Еви это отрицает. Для тех, кто не знает или вообще не в теме, недавно поднялся огромный хайп с кучей фейков в мою сторону. Начиная от связи меня с темой грумерства, и нет, я не о стрижке собак. Ну и заканчивая все это тюремными сроками. Для всех сразу скажу, что мы с *** сотрудничаем и на данный момент хорошие друзья. Друг, которого ты держишь под дулом пистолетом. И да, если вы обратили внимание на его высказывание о том, что все обвинения это фейки, но при этом не можете понять, как Еви может разобрать все скрины и доказать, что они фейки всего за 4 минуты, вы нормальные люди, которые могут мыслить логически. Потому что, как и Шетолбич, Еви не показал, не рассказал о скринах ничего. Ну и вообще ей есть что сказать для вас. Протвращающая ситуация никоим образом не является черным пиаром. И болит зло, и не получил как таковую аудиторию от понятой шенихи. Это явно не то, что сказал бы нормальный человек, но именно это хотел услышать Еви. Как мы помним, ранее он уже обвинял Апельсинку в том, что она просто черная пиарщица. И вот он кое-как вытянул извинения из Апельсинки именно для этого. В то же время, давайте мыслить и логически. Апельсинка была главным художником Еви, так что она могла бы хайпить на нем, именно сотрудничая с ним. А даже если бы ситуация была якобы черным пиаром, то почему до сих пор никто не объяснил, почему все скриншоты являются именно фейком? Апельсинка с самого начала писала, что не хочет никакого пиара. Она просто распространила информацию о нескольких жертвах, включая себя. Но, как видите, на тот момент Еви убедил Апельсинку притвориться друзьями. Кстати, Еве нехорошо так говорить о своем хорошем друге, с которым ты сотрудничаешь. И ты потом предъявляешь другим за пиполярку? Реально крепшего арта во всей красе. Для людей, что очень сильно разозлились из-за некого обмана Евы по полу того, что она скрывала свой пол, хочу пояснить, что Ева не инерфлюид и предпочитает брить себя в женском роде. И всем будет лучше, если вы будете в этом осведомлены. Хорошо, спасибо. А нахрена нам эта информация, когда мы говорим о конкретных обвинениях в груминге? Как я уже говорила в самом первом видосе по теме, грумером может оказаться человек с любым гендером, с любой ориентацией, с любым произношением и с любой национальностью. Кстати, Люсиль также пыталась прикрываться тем, что она транс. Словно это заставит всех забыть тот факт, что она загрумила ребенка. В вопросе груминга главным фактором является возраст жертвы и возраст грумера. Еве как минимум 20, он признавался в этом апельсинке. Да и по фото не скажешь, что он 17-летний мальчик. Плюс были найдены с коренной профиля Еве с некоторых форумов, и там Еве указывал возраст гораздо старше, чем 20 лет. И этот мужик за 20 держит на коротком поводке 15-летнюю девочку. Точно так же, как он держал хаски в свое время. Он даже шутит об этом. В комментариях под тем самым оправдательным видосом. В котором он даже не может защитить себя, а заставляет других. Далее апельсинка рассказывает якобы свою историю о том, что она уже не первый раз сталкивалась с домогательствами в свою сторону из-за своего детского тела. Во-первых, апельсинке 15. Пару месяцев назад исполнилось, хотя по голосу ей как будто 12. Естественно, у нее детское тело, а она все еще ребенок. Просто данный подбор слов звучит так, словно Еве хочет завысить возраст жертвы. И да, про голос и дикцию. Учитывая все запинки, можно докататься, что апельсинка, если не боится, то как минимум сильно волнуется. Между прочим, это был 20-й дубль, что подтвердил Еве в переписке со мной. Апельсинка говорила то, что не хотела. Но на тот момент она еще не знала, что у нее до сих пор и есть поддержка. Во-вторых, предполагается, что из-за тяжелого прошлого апельсинка выложила посты против Еве. Видимо, здесь Еве хотел показать, что апельсинка просто параноик и потому выдает переписку с Еве за груминг. Очередно виксим-блейминг! Браво, Еве! Благо, мы уже поняли, что все это явно не было паранойей маленькой девочки. Пару слов об одном из друзей Еве. Скрипт. Именно ему был след паспорт апельсинки после того, как он обвинил жертву в том, что она совершеннолетняя. Угрозы и обвинения вы видите на экране. Прошло время, и тот же человек затянул апельсинку в ловушку сотрудничества с Еве. К слову, Еве везде оправдывается тем, что ролик захотела снять апельсинка, что она сама попросила его сделать это, но данный скриншот доказывает обратное. И угадайте, что произошло с апельсинкой сразу же после того, как вышел тот самый оправдательный видос? Скрипт Дэв, он же Андрей Палей, начал откровенно домогаться до девочки, которая звучит как маленький ребенок в том же ролике от Еве. И этот человек прислал ей дикпик. Теперь понимаете, почему я кричу о том, что апельсинка находится в заложниках уже не просто у грумера, а у целой банды грумеров? Ее срочно нужно спасать! Вернее, в такой ситуации только она может спасти себя. Апельсинка, я тебя умоляю, порви с этими извращенцами все контакты, заблокируй их и больше никогда им не отвечай. Только так ты можешь выбраться из всего этого. И да, Еве, если я еще раз узнаю, что ты хоть как-то еще потревожил своих жертв, а ты поверь, я узнаю об этом, то твое лицо и так уже всем известно. Все фотки я брала из когда-либо открытых источников, ведь интернет помнит все. А теперь запомнит она долго. Если апельсинки полетят у грузы и или ее данные будут слиты, все будут знать, кто именно стоит за этим. Кроме того, ты не один, у кого есть связи. Я знаю столько людей, которым столько известно о тебе, что на твое каждое действие обязательно найдется противодействие. Вернемся к ролику. Якобы по апельсинкиным словам, вы не можете меня обмануть, я общаюсь с апельсинкой, кстати, ей понравился этот ник, вбросы делала как она, так и третьи лица. Причем она это даже заявила со смачным таким матом и агрессией, что в такой ситуации присуще скорее самому Еве, но не апельсинки или хаски. То есть да, та же фигня, что и с комментариями. А потом уже, когда я поняла, что это делалось на полном сука серьезе, стало нихуя не смешно. И даже тут Еве не смог определиться, как именно позиционировать ситуацию. То вбросы, то намек на то, что у апельсинка якобы все это не всерьез. Также была проблема с угрозами от тех же самых этих лиц в мою сторону, взаимодействие с тем, что на подогретой эмоциями позже я слила свои личные документы. Мне писали и звонили, до чего только не выходило, господи. Речь идет об угрозах со стороны Еви и его фанатов. Еви же в своем тексте выставил все так, словно угрозы присылали апельсинки те же люди, что и защищали ее. Никто не видит подвоха в этих словах? Совсем? Господи, мне так же тяжело слушать голос апельсинки. Она как будто хочет плакать сейчас. Это было просто отвратительно. Испокоишься, я поняла, что сделала что-то явно не так. В конце концов, когда все угрозы утихли, я смогла пересилить себя. Мы с Евой пошли поговорить. Я извинилась перед ней за ту хуйню, что вышла в итоге с ее репутацией каналом. Вы слушаете это? Не Еви извиняется за свое поведение, за нюцы, за угрозы, за доксинг. Почему-то ее извиняется именно апельсинка. Почему? Да потому что Еви хотел видеть это в своем видео. Он не считает, что делает что-то плохо. Он считает, что дни перед кем не должен извиняться. Это манипулятивный, самовлюбленный человек, напоминающий по описанию мужскую версию Карен, которому все все должны. Меня тошнит от его наглой попытки заставить других выставлять себя виноватым в его же поступках. По поводу того, что стало с каналом Еви. Его ВК якобы взломали, канал якобы украл кто-то из его команды, а потом якобы выкуплена обратно. Почему об этом говорит апельсинка, а не Еве? Потому что я ничего никому не должен, и вообще-то ее ситуация и проблемы, а не моя. Ты чертов ендев, который прикрывается счетом маленькой невинной девочки, над которой ты издевался. У тебя есть хоть капля совести? У всех предыдущих грумеров хотя бы была капля мозгов и вести себя как мышки после попытки извиниться, и извинились они хотя бы сами. Ну как извинились? Попытались. Еви не является человеком, который очень любит детей, и более того, тема грумеров ее очень трагерит и оскорбляет, как и меня. И более того, блять, она не ебала ни меня, ни кого-либо еще. Оскорены почему-то говорят обратное. Да, Еви не трогала апельсинку физически, насколько мне известно. Однако, обвинения многих людей касаются не пыбирства, а конкретно груминга в твоей ситуации. Если вы не понимаете разницы между двумя этими терминами, значит, вы не смотрели предыдущее видео. И, как бы Еви это не отрицал, все профы указывают на то, что он именно грумер. А тот факт, что Еви знал адрес Хаски, которая жила не так уж далеко и ходила к нему в гости, настраивает она нехорошие мысли. Вот с ней у Еви уже мог быть физический контакт. Но этому доказательств насколько я знаю, нет. Ну и на этом я хочу, если честно, тоже извиниться за то, что отсутствовало слишком долго. Не, я не выдерживаю этой наглости. Музыкальная пауза! Музыкальная пауза! Сутилить лишь тот, что не изобрели. У него нет друзей, блядь, он никогда не заебись, он всегда на отъебись, его все, сука, ненавидят нахуй ты, блядь, вообще, а, блядь, я не знаю, чё сказать, он долбоёб. Я не знаю, как можно так жить, будучи таким идиотом тупым. Есть множество матов, но самым крутым Будет лишь тот, что не изобрели Я не знаю, как можно так жить Будучи таким идиотом грубым Есть множество матов, но самым крутым Будет лишь тот, что не изобрели Фух, надеюсь, все отдохнули Продолжим Как я уже сказала ранее, лучшим пруфом против Еви Может быть только его реакция на данную ситуацию И если заглянуть в комментарии на его страницу ВК, в его ДС-канал То увидите столько поберзких наклонностей с его стороны Что я просто удивляюсь, почему у него до сих пор есть фанаты Бонусом скажу, что как только Кристалли обвинили в груминге Этот мужик решил рекламировать приложение для безопасности детей Дабы обелить свое имя Ничего не напоминает, кроме цветовой палитры Другое напоминание Олда Помните еще вот этот скрин? Теперь все шутки Еви приобретают новый окрас Как до его оправдания, так и после Мирален стопудово не было тогда 18, как и Хаски И Еви об этом прекрасно знал Ну и наконец, главный пруф лицемерия Еви Я выложила первый ролик о грумерах 3 июля 9 июля ко мне в ЛС приходит апельсинка Говорят, что Еви хочет поговорить о чем-то со мной А еще он люто бомбит от моего видоса, в котором я даже не упоминала Еви напрямую Позвольте зачитать вам этот великолепный скрин Лоу, слушай, попробуй поговорить с этой треугольной Серьезно, она неадекват Доброе утро, я только что встала, давай по порядку Она такой шиз, заебет своими высерами Ну и кто теперь шиз, лицемерный ты манипулятор? Шах и мат Вообще, я долго думала над тем добавлять или рассказы о том, как именно Еви и скрипт пытались убедить меня, что вообще-то во всем виновата я и апельсинка И стоит ли вообще говорить о том, как я начала общаться с апельсинкой Скажу лишь то, что если бы я не догадалась связаться с ней в комментариях под моим скрытым роликом о грумерах, я бы не смогла продвинуться в этом деле так далеко Еви угрожал мне тем, что сольет переписку со мной, но я знаю, что он не сделает это, потому что она не выставляет меня в плохом свете Я пыталась идти на уступки и спрашивала о подробностях, давала тебе шанс защититься, но ты только уходил от ответа, перекидывал вину на кого-то еще и просто бомбил на меня Скрипт Дэв использовал те же тактики Пытался заверить, что он свой, но лишь на словах Также пытался сказать, что у него есть пруфы на апельсинку, но не на Еви Ибо как твоя бести может быть плохим человеком, а я права? А когда я стала давить на него и не давать ему желаемого, меня стали обвинять в том, что я хайпожорка Вау, никогда не слышала этот аргумент раньше Признайтесь оба, вы всего лишь хотите защитить свои жопы и получать бабло, как раньше Ну и домогаться до фанаток, как раньше Думаю, пока я сказала об этом все Но если кто-то заинтересуется, я без проблем солью всю переписку в своей группе в телеге Теперь про апельсинку Пускай я просрала все лето на то, чтобы связаться с ней и выстраивать доверие между нами Чтобы она наконец прекратила быть марионеткой Еве Я ни капли не жалею об этом Ведь сейчас не только я, но и вы услышите ее искренний голос Ее слова, ее настоящие мысли обо всем этом Передаю слово апельсинке Итак, что я могу сказать об этой ситуации Стоит упомянуть, что сценарий описала наскорую руку с просонья И, возможно, будут запинаться Также звук не из лучших, но думаю, это не важно, ведь мне главное донести лишь основное Начнем с того, что ни для кого не секрет, что Ева врала как в своих постах ВК, так и в оси Дискорда Говоря, что ей якобы 17 лет А в момент интимной активности между нами она училась в школе Все профы указывают на обратное, а профов, опровергающих это, она так и не предоставила Если Ева слушает это сейчас, и наверняка интересно, почему же я так резко сменила позицию Все вопросы к Андрею, который грозился угрожать моей второй половинке, ради нужной только ему информации Возможно, если бы не это, то я так и продолжила бы молчать в тряпку В своем якобы сливном посте на меня Ева высмеяла мои проблемы Я была ее фанаткой, поэтому не была против такой близости Разве я виновата в этом? Мне было, например, очень обидно читать подписи к фото Мне неприятно вспоминать эту ситуацию Я хочу начать жить нормальной жизнью, не беспокоясь о том, что моим близким будут угрожать убийством и сексуальным насилием непонятные люди из интернета Мне было очень стыдно и неловко отвечать на вопросы Я больше не буду делать этого Спасибо за внимание Подводя итог, Еви был и остается грумером детей Причем он грумер, который не только не хочет признавать свою вину, но и не работает в одиночку Он также преследует, запугивает и вредит жертвам и свидетелям Возможно, это видео он тоже попытается снести Я не собираюсь так просто сдаваться Но, надеюсь, вы успели сохранить мой ролик на всякий случай Поверьте, я огласила далеко не все пруфы, которые могут похоронить репутацию Еви Однако здесь я использовала лишь то, что докажет справедливость обвинений в груминге Я знаю, что рискую похоронить свой канал, а, возможно, и свою единственную жизнь, просто говоря правду Да и жертвы, несмотря на блог Еви, все еще могут находиться под угрозой Но пока мои видео открывают глаза на происходящее хотя бы одному человеку Я знаю, что все это не напрасно С вами была Вероника Кафи Лайк, подписка и коммент по желанию До следующего видео, просвещенные умы Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok